Я здесь буду рассказывать о двух работах. Моё сообщение будет разделено на две неравные части. Собственно, то, что здесь сейчас обозначено, баллоны электронных электронов, что мы делаем, это небольшая часть моего сообщения. Собственно, мы серьёзно работали по этому направлению в 2011 году, когда было финансирование со стороны лаборатории, в которой мы сейчас находимся. Но в 2012 году мы, в общем-то, работали без финансирования, кое-что сделали. В 2013, вот эти полгода, мы, собственно, только наблюдали, как происходит измерение валометров на холодных электронах, которые мы изготавливали у себя в лаборатории, как проходит измерение здесь. И, в общем-то, это для нас только наблюдение, поэтому я очень мало об этом могу говорить. А вторая часть моего сообщения большая по объёму. Здесь мы пошли вот по какому пути. Мы взяли одну из своих работ, которую мы делаем на протяжении многих лет, и перенесли это финансирование в НГТУ, в лабораторию кирогенной электроники. И, собственно, саму работу мы делали у себя в Москве, но оформлялась она здесь, в НГТУ. И, так сказать, это наша попытка, собственно, что я с самого начала рассказывал, попытка взаимодействия, заинтересовать нашими работами сотрудников этой лаборатории. Ну, пока что вот мы сделали некую работу, которую я вам хочу рассказать. Итак, балометр на эффекты электронного охлаждения. Здесь это хорошо известно. Собственно, в этой нашей работе мы изготавливали балометр на холодных электронах, так, как мы это можем сделать на своём оборудовании, со своими технологическими процессами. И в результате, так сказать, маршрут изготовления в деталях очень сильно отличается от того, что делалось в Чалверсе. Ну, собственно, потому что оборудование сильно отличается, и процессы. И хотя конечный результат, который я сейчас буду показывать, мало чем отличается от Чалверского, а ход, так сказать, всей работы отличается довольно сильно. Ну, и поэтому я думаю, что это представляет интерес для научного сообщества, каким технологическим путём можно сделать хорошие балометры на холодных электронах. Ну, здесь вот на этом слайде ничего, так сказать, нет нового, и поэтому я думаю, что это мне не надо рассказывать. Вот в результате, что мы получили, измерения эти проводятся здесь, в лаборатории, а разработка балометров у нас в лаборатории в Москве. Это возобъемные характеристики, где базарен температур, это отношение сопротивлений, и показателем качества технологических процессов является вот это отношение. И для одного из балометров вот это отношение около пяти тысяч. И после того, как этот результат был получен, мы, в общем-то, можем сказать, что мы получили такое же качество изготовления балометров на холодных электронах, как и основатели этого дела. Леонид Сергеевич, как говорится, это наблюдает и способствует нашей работе, хотя, как я сказал, в деталях изготовление сильно отличается. Ну, после вот этих измерений еще некоторые расчеты, которые могут, как бы сказать, что можно ожидать хорошей чувствительности, в данном случае посчитать только один из складов, чувствительность балометра. Ну, а дальше, конечно, существенное, самым существенным является измерения, как говорят, оптические. Ну, и здесь единственное, что я могу сказать, что мы наблюдаем, может быть, не очень хорошо видно, какая экспериментальная установка здесь в лаборатории. Для этого создана, как производится измерение. Ну, результат я здесь переводить не могу, поскольку это не наша работа. Я думаю, что сотрудники лаборатории гриогенной электроники расскажут нам, как сейчас происходят оптические измерения этих балометров. Я думаю, что эти результаты совместной работы вполне могут быть опубликованы, что, собственно, на сегодняшний день пока еще не произошло. Насколько я понимаю, мы ожидаем окончательных измерений, оптических измерений носит говолен пауэр этих балом. Ну, собственно, это краткий обзор прошлых наших работ, поскольку, как я сказал, в 2013 году мы уже не могли дальше продолжать в Москве эту работу. Теперь я перейду ко второй части, о которой я буду говорить больше. Это началось два года назад, когда было объявлено в программе исследований и разработки Министерства образования и науки «КОИ Мероприятие 1.9». Это мероприятие направлено на взаимодействие российских групп с иностранными партнерами и в рамках этого мероприятия Министерство поддерживает такие совместные работы с исследователями из выбранных стран. В данном случае это наша совместная работа с группой в Университете Женевы. Здесь написано, если видно. Ну и этот контракт с Министерством был оформлен на Нижегородской Центральной Технической Университете. Работа называется «Сверховодняковый этнофотонный детектор» для квантовой фикографии и квантовой коммуникации. Сейчас я в этой работе сделаю довольно большое введение, чтобы более-менее от начала как-то рассказать, что это такое. Ну и только в конце перейду к самой этой работе. Итак, сначала сверховодняющие одноплатонные детекторы, первая теоретическая работа, первая экспериментальная работа и весь путь, который прошла эта технология до коммерческих применений. Затем отдельно направление квантовой криптографии на больших расстояниях. Ну и, наконец, сама работа, которой я здесь хотел рассказать, это мотивация к этому проекту и результаты полученные вот за эти два года работы. Так, тут что-то видно. Извините, к сожалению, проектор убивает цвета, поэтому последующим докладчикам рекомендую убрать лишние цвета и сделать все поздно. Здесь, в общем, представлены две первые работы, в которых было показано, что сверховодняющие новоструктуры могут быть самыми эффективными счетчиками инфракрасных потонов, которые по сравнению с полупровняковыми приборами могут обеспечить высокую пантоэффективность в инфракрасном диапазоне, которые могут работать гораздо быстрее, чем полупроводняковые счетчики потонов, иметь меньший джиттер, но и, в общем, самое главное, работать без шумов. В этой вот теоретической работе тут не видно 2000 года мы посчитали, как тонкая пленка и узкая полоска сверховодняка может считать фотоны. Такое неравесное состояние сверхопроводимости здесь возникает одна из картинок, и что, в принципе, можно ожидать в приборе от такого явления, когда инфракрасный потон поглощается сверхопроводняковой узкой полоской из тонкой пленки. Ну и в первой экспериментальной работе в следующем году было показано, что это действительно работает, такой эффект наблюдается. В тонкой пленке делается узкая полоска, протекает сверхток, если попадает сюда фотон, поглощается здесь одним электроном, там дальше рассматривается релаксация энергии от одного горячего электрона к большому числу частиц в узкой области возникает горячее пятно, в котором подавляется сверхпроводимость, сверхток вытесняется за пределы горячего пятно, здесь его плотность превышает критическую, и в этом случае возникает нормальная перетяжка такой сверхпроводящей полоски, и, соответственно, импульс напряжения, когда сверхток резко останавливается. Ну, это первые работы в этой области, а в настоящее время такие детекторы достигли коммерческих характеристик, продаются компанией, которая от университета отпочковалась. Коммерческие детекторы это кемиандровые структуры, где полоска сверхпроводника шириной 100 нанометров и толщиной 3-4 нанометра заполняет приемную площадку, при этом она должна быть очень однородной, чтобы во всех точках вот такой полоски был одинаковый критический ток при низкой температуре, ну и тогда фотон, который в этом размере геометрически занимает значительную часть этой площадки, поглощался где-то и возникал этот эффект, который я уже рассказывал, это внешний вид такого детектора, и так сказать, коммерческие детекторы они имеют максимальный а нет, не дотянулся, а нет уже? увы, увы, хорошо, максимальный скорость счета, с которой работают коммерческие детекторы это 100 мегагерц, в лаборатории мы показываем, что несколько гигагерц вполне достижимая скорость счета, это означает, что можно считать фотоны вот от такого света в комнате, при этом в коммерческих детекторы темновой темновой счет, то есть шуму составляют 10 герц, в лаборатории было показано, что можно работать до темновых отсчетов меньше, чем один фотон в день, то есть без шумов вообще, ну и вот к вам эффективность на технологически важной длине волны 15-50 нанометров составляет 35%, вот эти характеристики собственно здесь в зависимости от тока смещения показанного на картинке или по-другому как зависит квантовая эффективность от темнового счета это практически полка на уровне 45% на 1,3 м и здесь тоже практически полка на 35% ну здесь я не буду об этом говорить это все-таки резонаторы оптические резонаторы сделанные на чипе ну здесь показано на просвечивающем электронном микроскопе как выглядит пленка с тонкой пленкой с левопроводника до атомного разрешения ну и какая аппаратура какие установки используются в лаборатории для изготовления таких детекторов думаю что тоже можно это пока пройти мимо с точки зрения применений здесь я выделил две работы одна из них которую мы делали уже теперь 10 лет назад первое практическое применение таких детекторов тут видно что 2003 год когда эта работа вошла в 100 лучших технологических работ в мире здесь была занята американская компания МПТЕСТ которая была заказчиком тогда этих детекторов и совместная работа с университетом Рочестера и Московского педагогического университета в то время был сделан так называемый тестер микросхем вот эта машина здесь как это выглядит у оператора и такие машины работают в частности я видел в компании BL эти тестеры позволяют понести сюда микросхему и в реальном остале времени видеть как переключаются пары транзисторов из одного логического положения в другое как сигнал движет по микросхеме это такие кинофильмы когда видно как по микросхеме перемещается сигнал как логические сигналы приходят в нужное время или есть какие-то задержки какие транзисторы имеют утечки но это такая аппаратура необходимая в разработке больших интегральных схем и их собственно тестирование в производстве а там один детектор или там здесь один детектор вот он здесь в машине замкнутого цикла стоит к нему волокно которое идет в нужную точку микросхемы там этот объектив и обычно выделяется область 5 на 5 10 на 10 микрон не очень большая которую нужно посмотреть там известно как расположены транзисторы и главное известно как они должны во времени переключаться то есть мультиплексинг тут временной это работа десятилетней давности это последняя работа которая опубликована в Nature Communications в декабре 2012 года эта работа собственно направлена на то как на чипе сделать оптические волноводы и счетчики фотонов который вот тут вот там выделен то есть это счетчик фотонов который сделан на оптическом волноводе и результате этой работы мы указали что квантоэффективность это означает полная эффективность системы дохода 94% это значит уже что очень близко к 100% это значит что можно очень эффективно считать фотоны в такой оптической микросхеме здесь это было достигнуто таким образом что в оптическом волноводе рассвет роняется фотоны идут вдоль сверхпроводника тогда вероятность поглощения фотонов сверхпроводящей полоске действительно может быть достигнута 100% на размере 20-30 микрон это перспективная работа которую мы будем продолжать это собственно первый такой существенный результат ну и еще одно направление которое я хотел осветить 5 минут а что-то неправильно я начал беседовать по этим часам на самом деле я меньше полчаса это направление квантовой критографии это тоже такое модное направление в квантовой оптике когда секретность передачи информации основана не на переборе большого числа вариантов чтобы раскодировать ключ а на квантовой физике ну собственно на принципе неопределенности Гейзенберга который говорит о том что квантовую частицу квантовое состояние нельзя измерить неопределенности и в этом случае если Алиса посылает фотоны кодирует информацию на объеме фотона а Боб принимает эту информацию то по дороге Ева которая пытается эту информацию истанционированно прочесть если это происходит то Боб узнает об этом со скоростью света и значит Ева в принципе не может использовать эту информацию раньше чем Боб об этом узнает ну это вот в 2000 году появилась первая работа откуда вот эта картиночка взята мы начали работать в этой области вместе вот со швейцарской группой с которой мы делали работу оформленную здесь тогда это была совместная работа в европейской рамочной программе тогда еще шестой эта работа закончилась тем что мы совместно показали что на коммерческой волоконной линии от Женевы до Нью-Шаттла можно передавать квантовый криптографический ключ успешно ну и здесь было достигнуто в то время сколько 4 года назад рекордное расстояние передачи квантового криптографического ключа 200 километров надо сказать что до этого была уже в Бостоне такая сеть где значительно меньшее расстояние тем не менее они много там сделали в этой работе было показано что сверхправняющие детекторы позволяют кардинально увеличить дальность передачи квантового криптографического ключа из-за того что высокой квантовой эффективности детекторов соответствует очень малой шумы ну еще по дороге в Москве в 12-м году меньше года назад была китайская работа которая китайская группа покупает эти детекторы в нашей российской компании и показали что да можно еще несколько больше отлить 60 километров ну собственно отличие стояло в том что с 9-го до 12-го коммерческие детекторы стали лучше и соответственно не мог а надо сказать вот эти 10 километров это еще 5-6 децибел то есть это не кажется что это немного но на самом деле здесь там 50 децибел потери а здесь 55 децибел потери и это уже имеет в общем значок между ними была еще соответствующая японская сеть в токио построена которые в 11-м году передавали видеоизображение закодированное квантовым образом и там на расстояние на большие расстояния тоже использовались коммерческие детекторы произведенные компанией скантел ну это в общем привело все к тому что мы решили это сделать сами у себя ну и теперь вот компания скантелла в Москве первый номер серийного выпуска квантовых кемографических систем где мы показали что 300 км на стандартном волокне это производится ну собственно еще 40 км это еще децибел 10 потерь которые могут быть за счет качества детекторов выбраны собственно эта работа имеет срок окончания 6 июля этого года вот через недельку мы заканчиваем эту работу ну фактически она уже сдана поддерживалась министерством образования науки специальным грантом и пока еще не опубликована теперь собственно вот оставшиеся у меня еще 21 минута пройдено но я больше чем 25 не займу вот это мотивация проекта который мы делали последние два года с швейцарской группой университет Женевы здесь вот кстати написано нарисовано как квантовая критография за 4 года развивалась что сделано в настоящее время в лаборатории вот это зеленое и вот здесь вот эти 250 километров но теперь мы знаем что это уже вот так вот надо провести а вот коммерческое сегодня вот это коммерческое а вот это через 4 года они ожидают что это будет ну на самом деле 350 километров действительно еще не достигнут ну собственно вот эти вот вот эта вот дальность передачи квантового критографического ключа она не может быть в существующем волокне бесконечной поскольку если уже 50-60 децибел на каждые 10-20 километров то все понятно 400 километров бесконечной очень далеко не пойдет а как же передавать такие кодированные сигналы на большее расстояние это значит что надо сделать память это надо сделать квантовую память чтобы хранить фотоны в их квантовом состоянии долго и второе что надо делать это повторять эти фотоны хранить и потом повторить квантовое состояние и опять можно передавать и вот если это сделать тогда можно на бесконечное расстояние это передавать ну собственно эта группа в Женеве этим и занимается а наша часть детектор собственно на свойствах детекторов в основном основана эта техника тут что-то не очень видно мне эту экспериментальную установку довольно трудно так объяснить и она довольно сложная здесь ну вот эта вот 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 эта память здесь предотвляется atomic frequency comp это специальная решетка частотная решетка точных значений времени с которой дальше надо работать это источник запутанных фотонов здесь обычно используется так называемый параметр down conversion когда когда приготавливается два фотона в запутанном состоянии и в этом случае если эти два фотона имеют дальше разные пути то измерение одного фотона пары через длительное время приведет к тому что состояние второго фотона в этот момент изменится и мы об этом мгновенно узнаем несмотря на то что первое измерение произошло за много километров от второго ну тут известно что тут не нарушаются никакие законы это так то есть законно и оно происходит здесь еще специальный специальный гриокуллер они заказали для того чтобы характеристики счетчика фотонов собирающего счетчика фотонов были наилучшие мне кажется тут достаточно и вот это последняя картиночка какие детекторы стоят с какой эффективностью 20-30-40 процентов оттока а это а это темновой счет нет это я уже запутался а это эффективность а это скорость счета ну итак что тут интересного в этой установке это квантовая память в кристалле они показали что можно до 2 часов сейчас уже держать копить держать фотон не меняя его состояние вот этот декогерентный фактор может быть заведен до 2 часов ну и сверхпроводящий счетчик стоит в интерферометре с линией задержки ну и потом в результате схеме старт и стоп показывается что в этом окне около нуля содержатся вот эти фотоны которые в схеме совпадений в этой дистоперапии гораздо выше шумов которые в виде случайных совпадений существуют ну вот эта работа которой мы занимались 2 года с этой женевской группой на этом я закончу спасибо вопрос по поводу квантовой памяти ну понятно что из теоремии о запрете планирования это не столько память сколько ячейка хранения правильно правильно держать да ну отлично то есть он хранится он там хранится да и вот видно что он уже до 2 часов хранится и при этом все сохраняется еще вопросы коллеги это был один и тот же вопрос да он украл мой вопрос парень ну раз больше нет вопросов еще раз большое спасибо Игорь Иванович нам есть еще чем вопрос я не очень вижу как я хочу свой уберу вопрос Продолжение следует...